Привет, мой дорогой друг! Давай танцевать! В общем, играет моя любимая песня На данный момент Нюта мне подсказывает Поет ее какая-то исполнительница под названием, по-моему, Робин Но это не совсем важно Анюта что делает? А я мажу кремом лицо Потому что Потому что Что-то не тепло И сейчас Фу! Я придумала новый танец Делать вот так Ай, стена болит Старуха! Смотри! Сейчас носить? Ай, стена! Ха! Татьяна! Татьяна! Надоела! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На самом деле, я утром просыпаюсь всегда, ну, в таком нормальном настроении. То есть нет, а у тебя бывает такое, что ты, ну, просто, вот у тебя даже нет самого настроения, у тебя она еще не заразилась утром. У меня просто утром такое состояние, что я вот, я вот реально валеный овощ, как меня недавно назвали. Я конкретный овощ, я вот ничего не могу, не соображаю, ничего не чувствую, я просто вот существую. Ну, это мне кажется, у всех так. Ну, еще знаешь, смотря с кем просыпаться, ну, я не знаю, я как бы эту историю не знаю, поэтому, если я проснусь один раз с оторваловым человеком, я буду, наверное, сам счастлива, но это еще не произошло и... Нет, вы слышали, я сейчас Нюта только что призналась, чистосердечное признание, что Нюта на самом деле еще никогда не просыпалась в одной карате с молодым человеком. Да, никогда не просыпалась. На самом деле, когда еще не ощущаешь этого, первое ощущение будет просто безумное. Не знаю, мне это вообще не понравилось. Нет, ну, если любишь человека, то... Нет, ну, ты любишь, да. Ну, или как-то с ума сходишь от человека, то да. Да, но ты как бы представляешь это там, ну, по одному, а в итоге, кажется, это как-то по-другому, и не прикольно, на самом деле, первый раз. Может быть, знаешь, если бы действительно там, я не знаю, ты любила, он... Ты че, у меня такая первая любовь была. А тогда почему тебе не нравилось? Не, первый раз, а потом раз я там спрятываю, например, уже начинаешь... Странно, кстати. Уже начинаешь ощущать, ну, как, например, когда ты первый раз поцеловалась, тебе понравилось? Да. Так, понятно. Мне просто не понравилось, когда я не раз поцеловалась. Мне тоже. Вот видишь, ощущение было как-то слинявое, как-то мокрое. Как ты думаешь, а ты представляешь... У меня молодой человек слишком широко открывал рот. Вот, знаешь, у всех по-разному. Ничего не порвался. И ты представляешь себе это по одному, а в итоге получается как-то по-другому, и как ты думаешь... Неудачненько. Типа, ожидаешь-то большего, а получилось как бы, блин, то, что получилось. А потом уже, ну, начинаешь вникать, там, как-то правильно все делается, и потом вот так вот. Нормально. Так что тебе понравилось? Что? Отстань. Ну чего, господи. Мон, там еще ребята пришли. О чем думаешь? Не скажу. Да она думает, на постели. Я спать хочу, да, спать хочу. Что еще хочешь? Я хочу еще налить вишневого сока. Что? Почему ты вишневый сок пьешь? Я пью вишневый сок, потому что у меня месячный. Я ж испугалась. Не, ну а что? У девочек такое, у каждой девочки такое бывает раз в месяц, когда сильно болит один день живот. Очень сильно, прям вообще очень сильно болит живот. И в этот момент недельку нужно попить соки, которые красного цвета. Вот. Класс. А в курсе, что при месячных нельзя одевать красные трусы? Почему? Ну, не желательно. Говори, что месячные еще больше будут идти. Да ладно. Ну, не знаю, примета какая-то. У меня нет красных трусов, поэтому мне это не повезло. А ты любишь красный цвет? Мне нравится красный цвет, но немного. Мне, честно говоря, очень не одно. Вот, а в одежде вообще не присутствует красных цветов? Нет. В одежде я могу одеть майку красную. Я могу накрасить ногти красным цветом. Но никак не там. Ну, хотя задумалась над тем, чтобы купить себе, допустим, джинсы красные. А у меня есть, а у меня есть. Ну, не знаю. Ну, а так, чтобы вообще там во все красное одеться, это уже... Ты будешь гламурной тёлкой. А чего ты взяла, что это гламур? Ну, не знаю, красный цвет. Не, розовый был. Ну, фига, а гламур это розовый, да. Ну, конечно, да. Я снимаю. И чё? В общем, выхожу я, значит, из ванной, ты представляешь? В полотенце. И что я вижу? Девочки, устроили мне сюрприз и выложили на моей кровати, моими же ватными палочками, вот такую штуку. Правда, глаза режет? Вообще. Вместо того, чтобы сказать мне спокойной ночи, Анечка. Нет. Вот так. Ладно. Спокойной ночи, мой дорогой друг. Я буду ложиться спать. Анюта будет что? Петь песни всякие? Я буду сидеть с моим любимым. Вот с этим вот разговаривать? С кем? Что? Что ты там делаешь? Давайте посмотрим, что у Нюты в чемодане. Ну ладно, смотри. Трусы. Сколько что? Целая рукачка. Да тут дофига. Раз, два, три, четыре. Я обычно не буду читать. Что у меня еще тут? Носки. Куча майк. Куча джинсов. Всякие аксессуары. Которые вот так валяются. Нет, они между прочим не валяются. Они в специальном пакетике. Духи мои любимые. Краска для волос. Чтоб, если что, так, подкраситься немножечко. Нет. Там теплые вещи. Тут еще, правда, на кровати очень много половин вещей Нютиных. Да. А мои все вещи в ванной обычно. Мы завтра заезжаем в Москву. На два дня. Практически на два дня. И поэтому я беру самое необходимое, чтобы не тащить с собой целых чемодан. Спонсор сериала Ранетки. Секретная жизнь. Скинарин гель. Скинарин гель это эффективное средство для лечения угревой болезни. Рекомендую. Наноси его утром и вечером на чистую кожу и никаких прыщиков не будет. Скинарин гель поможет тебе избавиться от прыщей, черных точек жирного блеска и даже каких-то воспалений. Да. Скинарин гель продается только в аптеках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова